Шаббат шалом, дорогая община! Знаете, тема моя будет сегодня очень интересна, потому что мы в канун, в понедельник, я уезжаю опять на сессии в семинарию. И, как всегда, знаете, в семинарии делают две вещи хорошие. Первое, это немножко напрягает тебя в учебе, в поиске всех тех задач, которые перед тобой стоят от учителей. И также домашние задания напрягают, потому что все бежит так быстро, и ты не успеваешь ничего сделать. И в последний момент ты уже не досыпаешь, как всегда, кто был в институтах и университетах, понимает, как только начнется сессия, все, не спать, не есть, ничего другого, только давай вовремя сдать. Но вам скажу честно, вовремя не все сдается, и я тоже не в той же категории не все сдаю, но пишу и читаю. И все-таки обучение богословское семинарии помогает. И профессоры, которые дают домашние задания, они на самом деле благословенны тем, что подталкивают таких людей, как я, на поиски. И вот в этом одно из моих домашних заданий, это было посмотреть и разобрать Нагорную проповедь. Кто из вас знает, что Нагорная проповедь представляет 111 стихов. Только один человек. Вся проповедь, Нагорная проповедь, это не только вот то, что блаженны нищие, а то, что там написано в 5 главе Матфея, в 6 главе и в 7 главе. 111 стихов, которые говорят о той проповеди, которую Иисус говорил. Это самая длинная проповедь, которая записана вообще. И знаете, готовясь к семинарии, я вот в этой проповеди, Нагорной проповеди, заметил одну часть. Я взял одну позицию, и она меня очень интересует, потому что она касается фактически каждого человека, каждого вершин человека. Независимо от динаминации, это важная тема, и это тема молитвы. Помните, что Отче наш – это часть той проповеди, которой Иисус говорил на горе. И вот Отче наш я начал разбирать, и она меня очень заинтересовала. И сегодня как раз мы будем говорить об этом. Мы сегодня откроем несколько мест Писаний. основные будут, это то, что Матфея 6 глава с 5 по 15 стих. Я не буду всю читать ее, я не буду ее разбирать. Я сегодня не разбор слова. А также будет местописание, которое мы посмотрим. Это Луки 11 глава и Даниила 10 глава. И скажу так честно, что семинария – это не единственное то, что подтолкнуло меня на разбор молитвы. Фактически то, что мы переживаем последний год в нашей стране и отношение людей к ситуации, меня на самом деле, честно говоря, оно мне напрягает, что при всех обстоятельствах люди не настолько активны в молитве. Может быть, у вас лично есть время молитвы. Я же не могу судить, я не могу зайти к вам в вашу комнату, знать ваше расписание. У вас есть собственное время молитвы, и так должно быть. Но скажу то, что когда мы собираемся на молитвенные собрания, которые мы объявляем для города, я не вижу такого сильного оптимизма от людей. И у каждого есть свои причины, на самом деле. У каждого есть свои причины. Но я скажу так. Я хочу начать с того, что я пережил, и мой опыт, который произошел пять лет назад. Я вам скажу честно, я этим не делился, но оно постоянно во мне таким картиной становится. Поэтому я говорю о молитве. Тема такая, что может молитва, для чего молитва нужна. Мы будем разбирать еще много в «Отче наш». Я буду делать целый сериал проповедей. Но сегодня я буду говорить о том, для чего нужна молитва, что делает молитва, для чего она нужна. Пять лет назад у меня был очень сложный год. Пять лет назад многие друзья, с кем мы начинали общину, покинули ее. И некоторые из них предали нас, лично меня, как пастора, имея со мной какие-то финансовые отношения и так далее. Это очень рубануло по моему здоровью, по моим отношениям с моей женой, с моими детьми. Я переживал очень стрессовое состояние. И знаете, мои отношения были очень сложные. Может быть, многие не видели это внешнее проявление. Мы общались с вами давно и с многими людьми мы промаливались. Но я нашел себя в позиции, что когда я разговариваю с людьми, я очень часто говорил о тех трудностях и тех переживаниях, которые я проходил. Я говорил о том, что как будто весь ад сорвался на мою душу. Знаете, как написание говорит о том, что ад открыл свой рот и хотел поглотить меня. Вот такое состояние было у меня, когда видел происходящее. Мне было очень неприятно, потому что я не мог найти ответы на те моменты, которые проходили в моей жизни. И внутренние семейные отношения, и внешние, которые происходили. Я переживал за общину, как она перенесет эти расставания, эти трудности, эти сложности. И знаете, я чересчур много говорил о том, что дьявол это, дьявол то, я переживаю за общину, все остальное. Пока меня люди не остановили. Они мне сказали, слушай, Валентин, перестань в силу много времени уделять личности дьявола и начни славить Бога. Слышите, нет? И я задумался, на самом деле, я не заметил этого, потому что я попался на удочку многих, я называю их духоборы, которые говорят, пастырь, на тебя давление от бесов, там весь ад на тебя ссол, значит, что ты делаешь хорошее. А я смотрю на свою жизнь, думаю, что я делаю хорошее, если у меня такое происходит. И каждый из вас может пережить это. И этот совет, который был от одного пастыря, он меня как раз наставил, он меня подделал корректировку. И я понимаю, что идол мира ничто, что духовная брань, которую мы ведем, она в действительности существует, но что я переживаю, как я выражаю эту брань, на самом деле она зависит от меня. И мое состояние, которое угнетало меня, которое меня внутри нас съедало, вдруг после этих слов начало изменяться. И я понял, что я не могу и не имею права так много уделять внимание личности дьяволу и его способностям нас разрушить. И я понимаю, что если я чересчур много даю ему это внимание, оно меня снедает, оно меня уничтожает. И я начал делать обратное, я начал делать словословие. Знаете, год для нас сегодня, для Украины, он очень сложный. Кто с этим согласится? Очень сложный. И я могу сказать, что мы часто представляем собой определенную массу людей, которые не замечают важности молитвы. И этот момент приходит в нашей жизни, разочарование. Мы разочарованы обстоятельствах в людях. Мы разочарованы в экономике, в других вещах. И этим самым мы говорим о том, что фактически дьявол имеет как будто какую-то победу. И мы проходим невероятно трудное давление сегодня на Украине. Знаете, духовное давление. И если кто-то может согласиться со мной, скажите аминь. Я пришел к осознанию простых вещей, которые мы не замечаем в своей жизни. Я понял, что во многих тяжелых обстоятельствах, когда я готов обвинять сатану во всех его бедах. Знаете, я понимаю, что я очень много отдавал внимания тому, что дьявол мог повредить и сделать в моей жизни. Почему-то в трудные времена и обстоятельства, которые мы переживаем в жизни, мы каким-то образом переключаем свой фокус от Бога, которому мы служим на те обстоятельства и тем трудностям, которые нам сулит или проходят в жизни. И мы почему-то пытаемся обвинить дьявола в этом. Я не знаю, как вы можете понять меня, но смотрите, когда нам хорошо, почему-то дьявол нас не достает. На? Вот почему я говорю. Когда нам хорошо, мы почему-то его не замечаем. Когда что-то плохо, вдруг раз резко он как будто шторку открыл. Я здесь. И мы замечаем его. и я думаю, а зачем так много внимания мы уделяем дьяволу? Когда у нас все хорошо, и у нас ничего не происходит, ну, злого, да, мне что сказать, дьявол, спасибо, что ты не достаешь меня? Или же наоборот понять, что Бог является творцом всего, и некие обстоятельства нашей жизни нас подталкивают для того, чтобы молиться. и вот молитва Иисуса, она очень важна, которая в своей нагородной проповеди, он говорит вещь, которая будет шокировать вас позже, но я хочу, чтобы вы понимали, проблема не в том, что мы открываем двери для дьявола, духовные двери для дьявола, но, наверное, в том, что мы меньше в это время славим Бога. Дьявол всегда будет атаковать, это его сущность сейчас, украсть, убить и погубить. Его атаки они будут всегда, но вопрос сегодня, как нам реагировать на те обстоятельства. Мы должны реагировать, это удивительно, но на всякие трудности и опасности нашей жизни мы должны реагировать молитвой. Мое желание, чтобы наша община стала молитвенной общиной, не просто бубнящей молитвенной, знаете, пришли, сели, кто-то читает, что-то там еще в интернете, смотрят какие-то откровения, что-то еще, а на самом деле молитвенной общиной. Это цель Божья для каждого человека. Я хочу, чтобы наша молитва стала другой, как молитва праведника. Вот по этой причине я начинаю вот этот цикл проповедей, который говорит Отче наш, молитва. Перед тем, как мы приступим к 6 главе Матфея, я хотел провести параллельный стих, который описывает Лука. Открывайте вместе со мной Лука 11 глава 1 стих. Лука очень красиво описывает, и на русском языке оно тоже красиво звучит. Там начинаются такие слова «Случилось». Ну, как бы так невзначай. Случилось, что когда он в одном месте молился, молился в том что? И перестал. Один из учеников сказал ему «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Знаете, вот на самом деле это шокирующий стих, потому что мы часто думаем, есть ли в Библии какие-то уроки молитвы. Ну, вот мы как будто верующие, мы знаем, что молиться нужно, но какие-то молитвы брани, защиты, молитва ходатайства, все, есть много учений. И вот на самом деле, когда мы думаем, как правильно научиться и говорим себе, вот найти вы в Писании, в Библии, как правильно молиться. И если вы мне позволите, я вам дам такой совет. Посмотрите на жизнь Ишуа Мессии. Написано «Случилось». Так, что Он молился. А если Сын Божий молился, то можно как бы последовать Его примеру. Возьмите пример от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Кроток и смирен сердцем. И все приходит в молитве. И ученик говорит «Научи нас молиться». Он не говорит о том, что просто «Научи». А вот покажи нам, как это делать. И вот дальше 11 глава 2 стих Он сказал им, один ученик спросил, а им сказал, на горной проповеди, почитайте, пожалуйста, Матфея с 5 главы до 7, включая 7 главу, главу. А вот и там очень интересно написано. И Он говорит, Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Когда молитесь?» Он не говорит, когда вы захотите помолиться. Или когда вы надумаете вообще начать молиться. Когда вы запланируете молитвенное собрание. Нет, он говорит, когда. То есть, вот то слово «случилось» это слово «когда Он молился». А случается всегда, правда? И вот «когда» это означает, вот когда происходит молитва. И мы уже смотрим в Евангелии от Матфея 6 главе. Он говорит, «Молитесь же так». Интересно. «Молитесь же так». Не напоминает вам что-то? А? Иисус, Ишуа Мессия, преподает урок ученикам и слушающим Его. Он говорит, если вы хотите научиться молиться, то молитесь каким-то таким образом. То есть, вот я даю вам путеводитель молитвы. Это не просто молитва обручание и так далее. Есть принципы молитвы, есть тот последовательный шаг молитвы, который вы должны сделать. И он говорит, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И вот этот момент мы должны понимать, что Ишуа дает первый шаг восклицания, возвышения Бога, превозношения Его. И говорит, молитесь таким образом. Ишуа дает нам знак, как это делать. И я хочу поделиться с вами тем, что я пережил в течение этих вот нескольких лет. то, что помогло мне подняться из трудностей и таких, на мой взгляд, тяжелых дней. Первый пункт моей проповеди будет так, называться таким образом. Принимайте молитву всерьез. Это не религия, не традиция. Примите молитву весьма серьезно. Принцип молитвы, который дает Ишуа для нас это не религиозное действие и традиция, как это бывает в наших общинах и церквях. Когда в конце собрания люди встают и мы говорим, как традиционно мы скажем Отче наш. Кто из вас читал молитву Отче нашу вообще произносил? Мы ее заучили, у некоторых я даже видел ее на стенках дома висит, но кто из вас понимает принцип и силу этой молитвы? Некоторые православные понимают, они чуть ли не каждый раз перед едой, перед вещами бубнят Отче наш, но заученная молитва не делает принцип помощи, она просто дает понимание, что ты религиозный человек. Ишуа говорит вот принцип и Отче наш не должен быть принципом нашего религиозного присоединения какой-то традиции, оно должно быть сердечным желанием. Вы можете спросить, как серьезно принимать молитву, насколько серьезно нужна молитва, насколько серьезно нужна она молитва. Первое, или а, пункт а, настолько, насколько мы воспринимаем духовную брань. Что это значит? Не брониться, как я уже говорил, а в духовной войне. Насколько мы понимаем, каждый из нас, что такое духовная война. Мы с вами на войне, духовная война, она реально сегодняшним днем. Второе, это то, что нам нужно понимать, с кем мы сражаемся, потому что наш противник, он ходит как крыкающий лев, ища кого поглотить. Он не просто хочет украсть, убить и погубить, он хочет тебя полностью сожрать, как люди говорят, с потрошками. Он хочет, чтобы ты был его и навсегда. Поэтому две позиции, насколько серьезно нам нужно иметь позицию молитвы. Первое, знать, что мы на духовной войне, и второе, понимать, что против нас идет охота, на нас охотится враг. Я позволю себе несколько мест писаний. Первое, уже всем известное местописание, 6 глава послания к эфизианам, там говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов, злобы поднебесной. И знаете, если Новый Завет в лице апостола Павла говорит о том, что мы сражаемся против мироправителей, тьмы и духов злобы поднебесной, тогда нам всем нужна стратегия молитвы. Нам нужна, потому что это реальность, с которой мы встречаемся. Но, знаете, меня печалит то, что люди не воспринимают это настолько серьезно, не воспринимают серьезность молитвы. Знаете, я уже говорил пять лет назад, что мы прошли трудный, я прошел трудный год, но я вам скажу, что было до этого, до того, как произошло вот то, что я перечислил и в общине, и в моей жизни, и в моих детьми, и с Татьяной трудностями, мы, во-первых, мне предложили, попросили, чтобы я возглавил еще одну общину в Величевске, и это община в отель. Они переживали очень трудное время. Пастор умер, был следующий лидер, там были очень большие сложности, и община была на грани развала, и мне сказали, либо мы ее закрываем, либо, если ты сможешь, если ты хочешь помочь, пожалуйста, помоги, я пообщался с Татьяной, мы согласились помочь, и один из первых частей было восстановление видения общины, то, что было в основе, когда они начались, какие мечты они имели, и один из пунктов был это евангелизация, евангелизация западной, юго-западной части Одесской области, это Бессарабия, и мы запланировали поездку в Десятиграде, молитвенную поездку в Десятиграде, много, мало я понимал, то, что после этого были, как и хорошие плоды этой поездки, также были и те сложности, с которыми мне пришлось столкнуться. Я назвал это духовным вторжением, и вот чисто я назвал это духовным вторжением. Когда мы проехали через 10 городов Бессарабии, молились в тех местах, где евреев расстреливали, где их уничтожали, где они жили, где их изгнаны были, то, что происходило там с другими народами, как и немцами, так и другие во время перед войною. Мы молились на высотах, мы молились в местах, где были расстреляны евреи, у храмов, у синагог, и вы знаете, мы понимали, насколько мы вошли в духовный этот мир. И сначала вот это было, мы зарядились, такая молитва, мы видели ситуации. Один из таких моментов победы было, это то, что мы смогли войти в хорошее отношение с синагогой в Белгороднестровске, с председателем, хотя он сначала нас принял немножко так агрессивно, но после общения он говорит, ну вы же свои, мы же свои. И через время мы начали иметь отношение с этой общиной, мы начали служить им театром, потом они просили нас проводить шабаты, но не наши шабаты, не как мессианские шабаты, ортодоксальные, то есть отрывок Торы, молитвы и так далее. И буквально прошло три года, три года работы, и мы сегодня имеем в Белгороднестровске общины Ахава Яшуа, любовь к Мессии. То есть прошло время, но тот год для меня был очень сложным. Я понимаю, что я говорю о реальных вещах, то, что нас может поразить либо поднять. Вопрос у нас стоит не в том, что во время этих молитв, которые мы проводим, дьявол агрессивно начинает против нас действовать. Вопрос даже не в том, что он увеличивает свои действия и давление в нашу жизнь. вопрос в том, что как мы способны использовать данное нам оружие, щит веры. Ведь чтобы остановить раскаленные стрелы лукавого, нам необходима вера в того, кто нам может помочь. Вы слышите, нет? Молитва «Отче наш» там имеет этот путь, этот первый шаг «Отче наш», мою надежду полагаю я на Бога, который может сохранить меня в трудные времена. Вы слышите, нет? Молитва это оружие, к которому нам нужно применять его. Знаете, мы как тело Мессии здесь, в земле Украины, должны взять позицию, простую, реальную позицию, не состязание и вставляние своих пяти копеек в политические игры этого мира. церковь или община не призвана в политические игры страны. Мы отделены от этого. Это я четко понимаю и четко служу над этим. Есть люди, которые к этому призваны, некоторые из верующих людей, но община, но церковь должна себя отделить от этих вещей, но взять позицию другую, которая называется молитвой, которая называется позиция. меня беспокоит мораль нашего общества. Вас нет? Вас не беспокоит мораль нашего общества? Проституция, наркомания, меня беспокоят эти вещи, поэтому политических не изменить, их можно менять только молитвой. Если мы не понимаем, насколько молитва важна, мы очень в тяжелом состоянии. Это лично, лично моя позиция. меня беспокоит экономика нашей страны, за которую нужно молиться, потому что Бог, который дает урожай, Бог, который созидает, Бог, который ставит, а мы можем делать что угодно, но экономика зависит все-таки от Бога, который располагает к этим вещам, наше действие молитвы. Меня беспокоит будущее наших детей и стариков, меня беспокоит коррупция и либерализм нашей власти, меня беспокоит тоталитарность к прочим нетрадиционным религиям в нашем обществе. Меня беспокоит это, как верующий человека. Мы, называя себя, будем говорить, христианской стороной, мы как относимся ко всем остальным. Мы, может быть, и не против, но наша позиция, евангелизация, какая она? Я знаю, что я сейчас говорю, такие прямые заявления но я также понимаю, что есть ответственность за это. Меня беспокоит возможность проповедовать и собираться во имя Ишоа Мессии. Поэтому я сегодня призываю рассмотреть на горную проповедь каждому христианину, каждому человеку. Призыв Мессии к действиям. Это не просто послание на горе. Это действие. И 1 Фессалоникийцам, извините, 2 глава 18 стих. И потому я, Павел, не раз и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал мне сатана. У Павла были хорошие намерения, желание прийти и служить, но всегда будет тот, кто будет противостоять жизни. Всегда у нас будет сложности, когда мы хотим посвятить свою жизнь в молитве, домашнюю группу евангелизации, особенно молитве. У нас всегда будут препятствия нашей жизни. Всегда мы найдем себе ответ, почему я не пошел на молитву, почему у меня одно, второе, третье, почему я не мог молиться. И вот теперь мы можем открыть Даниила 10 главу. У вас есть ваши Библии, пожалуйста, откройте. С 12 стиха. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны. Скажите, слова услышаны. И я пришел бы по словам твоим. Когда я читал это место, я сразу понял, молитвы могут быть услышаны Богом. Как вы думаете, Бог слышит молитвы? Многие люди говорят, почему Бог меня не слышит? Бог слышит всех. Слышите, услышите это внимательно. На молитвы грешников он не отвечает. На некоторые молитвы праведников Бог говорит, я слышал, но князь царства Персидского стоял передо мною 21 день. Я так думаю, что-то здесь не так. Ангел Господень, который был послан Богом, посланник с посланием Даниилу, и шел помочь ему, говорит, я бы пришел, но был услышан, я пришел бы, но у меня было противостояние. Противостояние тому, чему я хочу тебе помочь. Другими словами, дьявол будет всегда препятствовать помощи. Мы думаем очень часто, почему наши молитвы не отвечаемы. Первое, это может быть потому, что мы не знаем, как молиться, и второе, если же мы знаем, мы не уверены, что будет открыто, или эта молитва будет отвечена, забывая то, что в этом мире есть духовная война, в которой мы с вами участвуем. И потом, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я оставил там три царя персидских, а теперь пришел возвести тебе, что будет с народом твоим после времен, так и видел, и так далее. Он говорит, вот прошло время, и мне пришел на помощь архангел Михаил, и только с его помощью я смог к тебе добраться. Реальность духовной войны. Вы знаете, молитва может быть услышана, помощь уже ишла к Даниилу, но этой помощи нужна была еще помощь, чтобы преодолеть эти препятствия. На каждую помощь, которая подпослена Богом, всегда будет противостояние. А теперь я пришел возвестить тебе. Но знаете, почему он пришел? Почему ангел пришел? Смотрите, очень интересное местописание. Дальше говорится, 20 стих. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Кто знает, почему Бог вообще приходит к вам? Почему Бог хочет ответить вам на ваши молитвы? Почему? Зачем? теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским. А когда я выйду, и вот придет князь Греции из пламя в полуме. Когда я уйду, еще кто-то придет. Но здесь интересно. 21 стих ответ для ваших молитв. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Не поняли? Я знаю, что не поняли. Писание говорит о том, что ибо Господь посылает ангелов своих, чтобы уберечь тебя на пути твоем. У каждого из нас есть посланники Божьи. Но он говорит, ваш, твой, твой князь, не князь мира сего. Не князь мира сего. То есть, князь мира сего, дьявол, да? Он говорит, дьявол, не ваш князь. Мне, вот моему посланию, который ангел говорит, я пришел с посланием, моему посланию, нужна была помощь. И этот князь, Михаил, архангел, да? Я не говорю, что над всеми нами, ах, сейчас нужно бы иметь какие-то крылья там архангела Михаила, нет. Я говорю о том, что наше покровительство от Господа. Наш князь, он Господь, он говорит, ваш князь, твой, твоего народа, он будет за тебя бороться, он будет за тебя ратовать, потому что Михаил, это воинствующий. И Бог, он ратует за своих людей. Услышьте это откровение, что Бог, он с вами, он ратует за вас. Можно много говорить об этом, но на самом деле помощь всегда придет. Послание, которое Даниил говорит, что всегда будет помощь, она всегда придет, несмотря на обстоятельства. Даже если тебе придется 21 день молиться, придет эта помощь. И вот в Евангелии от Марка, я могу тоже повторить еще такие моменты насчет духовных регионов, где есть демоны и бесы, над регионами. Я буду читать из местописания. Часто говорят мне, ну вот это было в Старом Завете, это ваши еврейские штучки, вы себе надумали всякие князи и все было плохо, вы страдали, поэтому вы себе накрутили все это. Но Новый Завет также говорит некоторые вещи о духовной брани. Марка 5 глава 8 по 10 стих. Ибо Иешуа сказал ему, выйди, дух нечистый из всего человека и спросил его, как тебе имя? Он сказал в ответ, легион имя мое, потому что нас много. И много просил, то есть долго просил его, чтобы не высылал их вон из страны той. Кто заметил какой-то момент? А? Из страны, из той территории. И у меня вопрос, а чего так сильно держать за территорию? Почему бесы так сильно держали за территорию? Целый легион держаться за территорию? Я понимаю, что сложно ответить на этот вопрос, но я нашел ответ. Прошлым летом я ездил на обучение в Иорданию. Иерусалимский университет Святой Земли делает выездное обучение. мы были северной частью Иордании как раз напротив начала Генесаретского озера. И земля удивительная. Эти полуразвалины, которые там были, были сделаны уникально. Если вы видите столбы, старинные ветхие столбы, которые стояли, колонны такие, в основном они какие у нас? Мы видим, они светлые, из мрамора, и что-то еще такое. А там город сделан таким образом, просто красота, смотришь на это Генесаретское озеро, там все это все на холмах. И эти столпы, они из разных цветов, особенно там черные были, черные или серые столпы. И вот влюбляясь в этот город, этот город собой представлял местом, где один из городов Десятиградия. Кто из вас помнит из местописания там в Евангелиях в Десятиградии. Это языческие города, где располагались неевреи. И знаете, его расположение было очень удивительно, потому что, будучи на горе, это одна часть, внизу там река протекала и небольшая долина, в которой были или есть до сегодняшнего дня, там горячие источники. Это уже на территории Израиля. Вот река, это как раз граница. На территории Израиля лечебница. Лечебница внизу, а чтобы люди отдыхали, развлекались, останавливались, как у нас прилично в советском время было это делать, делали у нас санатории. И возле санатория, как раз возле санатория вырастали города. Этот город, который находился на этой горе, назывался Гадара. Помните гадаринский безумец, бесы, которые Иисус выгнал, который лазил по гробницам. Нам показали эти гробницы. Это не просто такие пещеры, это высеченные и в камнях просто пещеры с лабиринтами. Мы спустились вниз, все было под мрамором и все остальное. И гид объяснил, что это место, где лазил этот бесноватый. Почему? Потому что сами горожане и люди, которые приезжие, они богатые были, развращенные и Рим, это был Рим, они хоронили своих близких и родных, кто-то не доживал, пройдя здравницу, и по своим обычаям их заморовывали, и каждый раз, каждый день приходили, приносили пищу. Ходить туда нельзя было, никто там не ходил, как у нас сегодня-завтра. И приносили пищу, похоже, и чтобы прожить этот бесноватый там спокойно мог пропитаться на всю оставшуюся жизнь. И вот с влиянием Рима там была в разы эта проституция, там было взятничество, наказание и все остальное. И, конечно, илопоклонство. Территория города Гадара, она располагалась до того места, откуда были изгнаны бесы. Поэтому эти бесы говорили, оставь нас на территории, потому что территория наша, и мы ее владеем, и люди под этой территорией делают то, что под этим влиянием делается. Разврат, проституция и все остальное. Поэтому, когда мы говорим о территориальной войне, духовной войне, нам нужно не забывать, что это происходит. Все же духовные силы, которые могут влиять на Одессу. Как вы думаете? Я вам скажу небольшую статистику. Мы начали служение 18 лет назад. И среди пасторов, особенно пасторов Украины, Одессу называют миссионерским кладбищем. Слышали, нет? Нет, многие. За это время, за 18 лет пребывания здесь, мы увидели многие общины, которые начинались и не переходили грань 7 лет. До 7 лет они пытались, что-то делали, что-то бороли, что-то выживали и примерно после или до 7, в основном пастора, которые были из других регионов, они разочаровывались в Одессе, уезжали, потому что очень тяжело. И они говорят, Одесса это какой-то духовный камень, который невозможно поднять. Это сложно, сложно, сложно. Почему всем? Потому что в течение 7 лет поднимается лидер и утверждается видение общины. Любой церкви, общины, какая бы это ни было. И если вы заметили, что Одесские церкви и общины небольшие, заметили, да? У нас есть какая-то борьба такая постоянная. Вы скажите, пожалуйста, вот так вот, смотря на наш город, какие примерно два духа, которые могут сильно влиять на наше состояние, на наше личное состояние с вами? блуд, так блуд везде, как бы это самое. Это гордость и деньги. Гордость в том, чтобы типа такое утешить. Говорит, ну что ж, он же лох, да? Он попал, я что, виноват, он сам такой. У дебитов это такая тема. Если ты ему не подскажешь и не скажешь, слушай, ну не делай так, они потом после всего скажут, я его не просил, он сам нарвался. Деньги и гордость. Две части, которые сильно-сильно они давят на Одессу. Одессит звучит что? Гордо. Мы часто говорим такую фразу, мы не столица, но мы не второй город. Аля? Два города, которые сильно были дорогие в Советском Союзе, Санкт-Петербург и Одесса. Понимаете, да, о чем я говорю? Духовное состояние Одессы, оно реально для каждого из нас, и мы должны сосредоточиться на молитве. Я поэтому говорю, что жадность к деньгам, гордость, которая есть у наших горожан, оно перешкаливает, и я вам скажу честно, оно и входит в состояние церквей. Позиция больше денег, мы самые сильные, мы самые важные, мы повлияем на этот город, мы все разрушим и ничего не построим. Вот еще несколько мест писаний. это послание Титу, первая глава, пятый стих. Для того я поставил тебя на крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресетиров, как я тебе приказал. Вы скажете, а здесь при чем здесь? Интересно, потому что когда я читал дальше, я удивился, что это так похоже сегодня на одесситов, но я не буду говорить все остальные там позиции. Там дальше 10 стих написано, ибо есть много непокорных пустословов, обманщиков, особенно из обрезанных. Что бывает, то бывает. Каковы им должно закраждать уста? Они возвращают целые дома, учат чему не должно из постыдных коростей. Из них же самих один старец сказал, кретяне только не изменяйте слово, хорошо? Всегда лжицы, злы, злые звери, кровожадные там в другом месте написано, и утробные ленивые, утробные ленивцы, они ленивые. Вы скажете, а что здесь? И Павел говорит, свидетельство это справедливо. вы скажете, ну а при чем здесь нас, Одесса и духовный мир? Вы знаете, то, что Павел говорит, один из их стихотворцев, а пророков, говорил это слово за 600 лет до прихода Павла. И эти слова они взяли в себе в девиз, что действительно мы крестьяне, мы наглые, мы кровожадные и мы ленивые. Эта фраза настолько стала сильной в их жизни, что они действовали и работали и жили так. И Павел говорит, это так и есть. Это регионы влияния бесов и демонов. Возможно понять происхождение этого отрывка лишь потому, что когда мы собираемся в Одессе или в других местах, что мы часто говорим? Мы говорим, мы евреи, а мы украинцы, мы греки, мы белорусы, мы русские, а мы вообще французы в Одессе. Как в Одессе без французов? А скажут, так нет, 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 греки, это вопрос всего, и поляки, болгары, молдаване и тому подобное. Когда мы говорим о том, о нашей национальности, что мы имеем в виду, когда мы говорим это? Никто не думал об этом? Кретьяне, они, когда говорили, что мы искрита, все понимали, что они кровожадные, ленивые, алчные. Когда мы говорим, что мы евреи в Одессе, что это значит? мы пытаемся сказать людям какую-то позицию, либо нас не трогайте, либо можем делать бизнес, чтобы вы останетесь в минусе. А когда говорят о болгарах, говорят, я болгарин, это что значит? Я хорошо работаю, пашу, но в конце концов за все будешь платить ты. Мы пытаемся сказать людям, что у нас есть твердыни, в которой мы живем. И если вы столкнетесь с нами, эти твердыни проявятся, когда мы говорим о своей национальности. Мы не соображаем это, мы не думаем, но мы говорим. Вы знаете, это настолько серьезно, что мы в своей жизни все вводим в семью. Посмотрите те трудности, через которые ваши семьи проходят. Какие твердыни были ваших родителей, ваших прародителей у вас, к чему ваша повседневная жизнь склоняет вас. Я не говорю сейчас вообще за наши склонности, по греховной склонности. Вообще куда мы склоняемся, где проходят какие-то моменты. Когда мы говорим о французах, то мы сразу говорим о похотливые, сексуальные, им только это нужно. А вот когда мы говорим о себе, о своих семьях, проследите, что у нас такое толкает нас на наркоманию, алкоголизм, на проституцию, на похоть и так далее. Вы знаете, когда я путешествую, и мы приезжаем в гостиницу, и бывало у вас такое, я не знаю, у меня так часто происходит, что я прихожу на территорию, и я чувствую, мне некомфортно там, мне очень некомфортно. Я или пытаюсь поменять номер, либо начинаю просто молиться, с Татьяной мы начинаем молиться о том, чтобы Бог очистил это место в гостиничном номере, либо где-то попадаетесь в компанию, вроде бы хорошие люди, но внутри что-то так не сильно приятно, и ты понимаешь, что надо либо уйти, либо держать себя в руках Божьих. я понимаю, что там действуют духи, и вот наша брань не против крови, но против слабых поднебесных. И еще к посланию к Ефесянам 4.28 Кто крал, пред не кради. Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы из чего уделять нуждаемся. Другими словами, молитвы мало. Мы можем молиться. Молитвы не хватает одной только. Нужно делать противоположное. Вы понимаете, да? То есть у нас есть некоторые склонности в нашем городе, в нашем обществе. Мы, как верующие люди, мы даже не хотим молиться, какие-то обстоятельства есть, чтобы не прийти на молитву. Нам нужно преодолеть эти трудности и прийти на молитву, потому что многое может усиленная молитва праведника. Я не пытаюсь себя оправдать какими-то вещами, абсолютно. Но я понимаю, что мы всегда подвязаны в этих проблемах. Я, как говорил, что я нашел себя пять лет назад в очень нехорошем состоянии. Духовно. Я внешне, может быть, был нормальным. Духовно я почувствовал, что я перестал молиться. это мой второй пункт. Второй пункт, знаете, как не принимайте все серьезно. Вы скажете, пастор, вы что-то в себе то серьезно, то не серьезно. Я делаю это специально, чтобы вы запомнили. Когда говорю о том, что мы должны серьезно подходить к духовной войне, сразу говорю, что мы не должны зацикливаться на это так сильно и так серьезно, что у нас это отводит от настоящего фокуса на Господа нашего. Потому что то, что произошло пять лет назад, давление, которое я пережил, я начал в этом вариться. Когда я начинал молиться, моя молитва сразу шла в этот фокус, понимаете, начинался в этом направлении. Я не пытался слышать Бога, я пытался решить свои проблемы через молитву. И я поэтому говорю, не принимайте так серьезно, те представители, которые Богом сложились. Наша задача положить все на Него, ибо Он печется о нас. И молитва является тем же самой проблемой. Молитва делает нашу проблему, пытается перенести к Богу, только Он может ее решить. Не вы, не я. Если бы я мог бы решить, я бы давно бы решил. Но когда в моей молитве я зацикливаюсь на проблемах своих детей, своих отношениях в общине, с людьми, которые, может быть, это у меня не очень хорошая ситуация, а в стране, тогда мой фокус не на Бога, а на том, что меня через стресс проводят. Вы понимаете, я вам хочу честно сказать откровение. Бог дал нам молитву не для того, чтобы мы были под стрессом. Бог нам дал молитву, чтобы мы были свободны. Если вы поймете это откровение, вы получите наслаждение в молитве, потому что очень часто бывает, мы приходим на молитву и кричим «помогите, у меня такая проблема, такая проблема». Библия говорит, что он все знает. Еще нет на устах наших слов, он уже знает. но когда мы начинаем чересчур много говорить о тех проблемах, ситуациях, мы начинаем показывать, что дьявол, он влияет на твою жизнь, даешь ему сильно много приверенций, привилегий какие-то таким, чтобы он был знаем, на переднее сидение посадить его. Знаете, а письм Библия говорит, что Богу поклоняйтесь, ему одному служи. Вот удивительно, что может делать молитва. молитва делает твою проблему реальной, но ты способен ее взять и положить перед Богом. Но многие из нас, знаете, что делают? Мы соглашаемся с пастором, служителем, говорим, легко, легко, я все Господу даю. Каждый из вас это пережил, я переживал. Когда люди спрашивают, как дела, говорят, ой, не спрашивай. Столько проблем, я тебе говорю, я уже так долго в этом молюсь, все, и ты говоришь, ну, по-одесски, а ты вообще пытался это Богу передать? Конечно, пытался еще много раз. Мой вопрос такой, если ты ему передал, зачем было забирать? Но мы же передаем, и говорят, Господи, ты видишь, я все открыл, вот оно лежит перед тобой, у твоих ног, у твоих святых ног, делай, Господи, совершай эту работу, вот оно уже. Ну, что стоишь? Не хочешь, я сам разберусь. Это правда. Вы скажите, пастор, а как тогда? Как тогда? Ведь оно беспокоит. И вот молитва, отче наш, она ведет нас к этому позитивному отношению, говорит, ты Бог на небе, и нет других. И я скажу, в заключение сделаю такие несколько моментов. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих, все заботы ваши возложите на него, и он печется о вас. Филиппийцам 4,6 не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Это делается в молитве. Что такое молитва? Некое общение с Богом, доверие. Мы не созданы, чтобы нести эту ношу. Поэтому Бог называет нас овцы паства моего. Когда-нибудь видели запряженную овцу под ношей? Как 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 ишак или как корова какая-то, там еще бык какой-то. Вы никогда не увидите овец запряженный в упряжку, потому что это не свойственно им. мы не созданы, чтобы нести наши проблемы самим. Он говорит, положите это у моих ног. Могут ли проблемы стать противовесом молитве? Да. Да. Наши проблемы в нашей семье, в нашем обществе становятся противовесом выбора молиться. Мы говорим, у нас нет времени, у нас нет возможностей, у нас просто, если бы знали, через что прохожу, помолиться некогда. Знаете, почему? Потому что молитва забирает время. А мы говорим, а у нас времени нету, у меня пожар, у меня все, если я сейчас не сделаю, просто будет капец. Все. Так будет капец в любом случае. Потому что потом, когда все до настало, потом приходят помолитесь, чтобы это уже не случилось. Оно уже случилось. Поэтому давайте по-другому относимся к молитве. Когда ты молишься, во время твоей молитвы, Ишуа говорит, не будь как язычники, которые хотят в своем многословии быть услышанными. Не будь как язычники, которые в своей суете, они где-то в другом месте находятся, они решают свои проблемы, а сосредоточься в молитве на того, кто решает эти проблемы, эти ситуации. Псалом 54, 23 говорит, «Подложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Он никогда не даст тебе поколебаться, усомниться, потому что Он считает тебя праведником. антикризис, антистресс в молитве мы можем найти в Колоссяна 2 глава 9-10 стих, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного». В нем А дальше «И вы не имеете и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Помните, мы говорили реальность духовного мира, что мы должны быть сражаться против духов злобы поднебесной, да? Мы должны это помнить это все. И вдруг здесь антистресс обетование. Слушай, дорогой, все власти земных и преисподних все принадлежит мне. Поэтому легко возложить на него простая молитва, но я верю в эту молитву. Матфея 6, 13 говорит, «И не веди на свое искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава вовеки». Его царство, его сила. Я не знаю, как он передать это, честно, как пасторя пытаюсь передать это состояние, когда ты, зная, что у тебя есть огромнейшие проблемы, ситуации, что это за чувство, когда ты передаешь Богу эти ситуации. Я не знаю, как это описать, но я знаю, что молитва, которая показана в Нагорной проповеди, помогла мне просто передать, и я знаю, что со временем оно произойдет, даже если будет противостояние этому, как ангел, который вышел навстречу Даниилу, он говорит, мне было противостояние 21 день, но пришла эта помощь, она обязательно будет. И заключение, последнее, я нашел в нашем пастырском чате одно, один пастырь выставил просто послание, я не знаю, кто написал его, я не знаю, не помню, даже кто это выставил, я просто мне понравилось, это было несколько лет назад, я его взял и поставил себе на сохранение до кого-то времени, там такие слова, я надеюсь, он поможет многим из вас, но они простые, но там нет какого-то воинствующей борьбы и так далее, потому что я понимаю, я лично понимаю, что я сын отца своего небесного, и я знаю, что если приду к нему, он мне даст вместо яйца змею, он даст мне что-то больше, там такие слова были написаны, Господи, я прошу не о чудесах и о миражах, а о силе каждого дня, научи меня искусству малых шагов, сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы простые дни во время становления на откровениях я открывал тебя, научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни, подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостороннее от второстороннего, я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и долины, хоть иногда находиться там не очень приятно, помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью, это меня поразило, не мечты о прошлом, не мечты о будущем, помоги мне быть здесь и сейчас и воспринимать эту минуту как самую важную, убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко, подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественным состоянием части жизни, благодаря которым мы растем и зреем. Напомни мне, что сердце часто спорит с разумом. Пошли мне в нужный момент того, кто у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любовью. я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто в этом нуждается. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству малых шагов. Может быть, это не ваша молитва, но я хочу, чтобы мы сейчас встали наши ноги и смогли обратиться к Богу с простой молитвой. Открой мои глаза, о том, что происходит вокруг меня, реальный духовный мир, который сегодня существует. Дай мне осознать это, увидеть, понять и сделать свое решение, следовать за тобой. с тобой. Помоги мне одеться во все оружия твоей, противостоять дьяволу твердой верой, а также помоги мне не осуетиться своих проблем, которые у меня есть, не сказать, что мне не хватает времени на общение с тобой. научи нас молиться. на общение с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok